На улице у нас дуба. О, Саша спилил ветку. Она тебя достала? Да. Ветка. А? Да. Так, надо этот весь мусор вытащить. Что у нас? Ладно, я пошла сначала мешки принесу. Мусора накопилось, много его выкинуть надо. На улице мерзкая погода, мокрая. А мы прёмся за шелухой. И что-то мне подсказывает, это будет не очень приятно. Сегодня вообще обещают гололёд, снег, мокрый и ледяной дождь на вечер. А я иду мешки достать. Сейчас они тоже будут мокрые, фубья. Я одела из старых штанов, чтобы потом прийти, всё в стирку скинуть. Они не очень. Давно вам цыпляток не показывала. Смотрите, какие большие уже. Ой, девочка эта, которая породистая, чёрненькая. Смотрите, насколько она больше обычных курочек, да? Уже в два с половиной раза почти больше. Крупненькая. Привет, девчонки! Хорошо вам тут? Всё сожрали уже, надо воду менять. Катя им едут это, а воду не моет. Надо мне это сделать. Так, я смотрю, что это выполнено. О, вон мешки, а вот куча мусора, который надо выбросить. Мокро и фубья на улице. Мне уже не нравится эта идея, что надо куда-то ехать, что-то нагребать. Но делать нечего, у кур грязь, поэтому курам надо что-то насыпать. Вот, а потом ещё надо будет соломоченьки привезти, утепнуть будку. Но это уже не сегодня. Наверное, на завтра я сижу за соломой. Мусора мы копили много. Пока в сад не ходим, пока болеем. Я его не вывозила. Так-то я два пакета накапливаю, два-три максимум. И вывожу. А сейчас накопилось прямо много. Саша меняет колёсики. Детние колёсики уходят отдыхать. А зимние колёсики встают на место. Декабрь. Всё. Пора менять резину на зимнюю. Тем более, что сегодня, возможно, гололёт будет вечером. И вполне возможно, что сегодня я Сашу на работу отвожу. Потому что на мотоцикле в гололёт не поедешь. Тигра, куда ты полез? Лезет к мешкам. Что ты хочешь здесь? Это мусор. Мы его сейчас повезём выбрасывать. Видят, что кипишь. Видят, что что-то я делаю. Всё. Все собрались. Все инспектируют. Что же я такого делаю? Интересненького, да? Чем интересно? Картон с мешкой переработанный. Коробки резанные. Уже изнахраченные. Куда ты полез? Не надо туда лезть. Сейчас мне всё тут перевернёшь. Надо было, конечно, раньше поменять. Не под дождём это делать, да? А? Возможно. Возможно? О, тоже новое колёсико. Зимнее стоит. Ну как, не новое. В прошлом сезоне тоже на них ездили. А мы когда зимнее покупали, не помнишь, да? Ты что-то смазываешь, смазка лежит? Нет. Не откручивается? Решила, монтажки придётся. О! Ну вот, блин. А как мы доедем? Почихонечку доедем. Точно так можно? Неудачно, конечно, не будет. Ну, собственно, так и не починили. Что-то она вообще спустила. Прямо сильно. А если они сейчас все спущенные, Саш? Точно? Может, оказаться, что это колесо ещё и чинить надо? Да. Да? Да, ещё надо. Может, мы тогда пока это его просто в багажник? А? Можно. Тут диск попортим, ещё хуже будет. Фигра, ты помогать хочешь? А? Справа столом лазит, потом трётся. Он на тебя рассердился, он тебя теперь не гладит. Понял, тигра? Тебе блин не простил, который ты стащил. Блин-то он съел или отобрали? Отобрали? Ну, что ты? Что ты, мой хороший? Мокрый кот. Иди под крышу спрятаться куда-нибудь. Я решила шапочку одеть свою. Я и под штаники одела, и носочки из собачьей шерсти, которые мама мне подарила. И кофту, и куртку. Я её даже застегнуть могу, но у меня тут поясная сумка, она мешает. Неудобно. Поэтому, если что, вдруг я загрузила мусор. А сейчас я взял ведро. Вон, видите, ведро. Нагребать рисовую шелуху. Сейчас мы поедем далеко. Сначала начнем монтажку, по дороге не кинем мусор. А потом мы поедем в Менгрельскую. Там есть, короче, куча рисовой шелухи, которую можно бесплатно нагребать. Первый раз туда едем. Надеюсь, мы это всё дело найдём. По-быстрому. Короче, мы доехали почти до Менгрельской. И тут меня осенило, что мы совершаем глупость. Мы едем за 3-9 земель под дождём, в грязь, чтобы полтора часа нагребать в мешки шелухи. И, по сути, потратить на это всё, ну, исключая работу, почти столько же, сколько бы мы потратили, если бы просто их купили. Правда, подумала я об этом уже только после того, как мы почти доехали. Поэтому прокатиться мы прокатились. Сейчас мы будем весело стоять очень долго в пробке. Потому что пробка даже больше, чем вчера. Ну, хотя бы силы побережем, да? И не простынем. А в следующий раз будем умнее. Мы сейчас возьмём, наверное, у них шелуху и тюк соломы сразу. И закроем эту тему. Да? Ты страдаешь, что в пробке ехать надо? Ну, Саша говорит, что ты об этом только сейчас подумал. Но, между прочим, я изначально предлагала купить солому. Или шелуху. Потом вспомнила, что её можно бесплатно нагрести. Вроде как, ну, сэкономим же. Не всегда экономия, которая кажется тебе экономией, она на самом деле экономная. О как! Иногда она бывает глупой. В данном случае это был глупый поступок. Не делайте так. Купим сейчас тюк соломы. И 5-6 мешков нам, наверное, хватит зацепить кулом, да? Ну, что, на наказание нам переезд закрыли. Что-то, как-то это, вообще ничего не слышно. А что нас так заранее тормознули? Всегда. Я говорю... О, слышно, да? А, нет, это машина. Это поезд. Поезд. Вон он! Вон он, едет. Я его вижу. Это, чтобы мы запомнили, в следующий раз дурю не маялись. Вообще решили, короче, и не шелуху брать, а просто два тюка соломы привезти. На дольше хватит. А по деньгам то же самое. Поезд. Электричка, что ли? Мы вместе. В каждом вагоне написано. Мы вместе. Хэштег. И никто не знает, в каком. М? И никто не знает, в каком. Почему? Вместе. Все, мы вернулись домой. Объехали пробку там. Нашли по навигатору объезд. Почти все объехали. Самую сложную часть, где грузовики не пускают легковушки. Там пробка еще бешеная, стоячая. Потому что начинают, короче, грузовики водаться с легковушками. И реально они этим обвиняют пробку. Мы, короче, объехали. Там, по самой открытии, не самые лучшие дороги. Но все лучше, чем стоять. Я сейчас хочу себе на ужин поджарить кабачки. Чем, собственно, и занимаюсь. Те, которые вчера купила, поджариваю кабачки. Всем готовлю разное. Пока меня на это хватает. Потом надоест. Буду всем одинаковое готовить. Молодые кабачки. Несмотря на то, что осень, за почти зима. В теплицах, в виде морозках, я не знаю как. А в открытом грунте уже не вырастешь. Сегодня вообще. 4 градуса, по течению 0. Такой дубак. А еще я сейчас допустила этого нашего друга-помощника. И первый раз поставила ему контейнер с водой. И он реально едет, пылесосит. И следом за собой подтирает еще. Мама! Ну, влажным немножечко. Мы купили тупого пылесоса. Крутого пылесоса купили? Нет, тупого. Тупого? Почему тупого? Он вырезается из стены. Это ты его тупым назвал? Нет. Ты? Тупой пылесос? Нет, Миша. Пылесается. Ой, а там он вообще бодать любит эту стенку. Я не знаю, что она ему сделала. Наверное, он считает, что она ее... Пылесается. Он там под столом... Он, конечно, из-под него не выехал в прошлый раз. Видишь? Он там так и остался под столом. Я его оттуда вызволяла. Похоже, сегодня будет то же самое. Давай, давай. Протри пол. Выезжай, выезжай. Все, ты выбрался. Умница! Видишь? Не такой еще тупой выехал. Лицо Саши. Он его клавиатуру с шип, да? Да, шип. Он на такой вкус. Катя, чайник! Катя, себе сию грыз. Ммм, как пахнет вкусно. Обожаю кабачочки. Сейчас я их обжарю слегка на масле со сметанкой. И протушу со сметанкой. А если еще зелени добавить, а ты класс. Но зелени у меня нет. А идти за ней глупо. Решили, короче, шелуху, а лучше вообще солому, купить завтра. Завтра утром я Сашу буду забирать с работы, потому что я его сегодня увезу. Потому что гололед. Вот, обещают. Завтра утром я его заберу. Мы колесо починим. Одно из зимних колес, которое спущенное было. И, собственно, надо будет планшет еще забрать маминца зона. И купить солому. Все. Везу Сашу. 12 минут. Отвезу на работу его. И поеду за детьми. Ну, на карате. Лиску их где-то забирать. Все. Муж на работу отвезен. Теперь его завтра надо будет забрать. И я стою, жду. Ребятишек уже тут приехало. Сейчас обратно опять через пробку. Правда, не через всю. Только через концовку пробки. Но приятного все равно мало. Где мои? А, вот, вижу. Вон они идут, красавцы. Лизавета и Глебушка. И тренер новый с дедом. Лиза говорит, новый тренер ей нравится. Ну, что тормознули-то? Красавчики. Что стоят, обсуждают? Все уже поуехали, а они там стоят. Вот это вы что такое? Чего болтают стоят там? Вам видно их? Чего-то разглядывают. Никого уже там нету. Только Лиза с Глебом. Я, конечно, все понимаю. Кого они там ждут? А, они там кого-то ждут. С кем-то надо поздороваться. Ну, господи, боже мой. Красавцы. Куда бегут? Все, прощалки. И, наконец-то, идут ко мне. Открывай. Что, закрылась? Я думала, вы меня намеренно игнорируете. Все вышли, вы там стоите. Ну, идем ждем. Продолжаем отвлекать Катю дома. О, господи, во что вы играете? Это мама длинные ноги? На игрушку очень похоже. Как будто сфоткали игрушку и начали ее двигать. Похоже. Дри-ка, и Миша у нас. Это? Ну, да, Миша, старт. Там написано даже русский на пустоте. Катя играет с Мишей. О, боже. Во что вы играете, дети? Все, тебя забили. Монстры. Плык. Плык. Плык, плык. Что ж, тебя один и тот же монстр побеждает? Давай, я попробую. Давай. Там еще супер прыжок можно нажимать. А, вот как. Как? Миша там жмет себе. Куда он жмет? На мышку. Ну, ладно, играйте. Лиза, ты там не раздеваешься? Нет. Русский делать будешь? Я сейчас свои кабачки доем. Поваляюсь немножечко. И буду специи делать, наверное. Что-то никто не хочет пока куклу нашу. Придется еще цену снижать. Время совсем вечер. Что-то у нас холодно стало. Включили котел. Елизавета чинит Михаилу машину, которую он поломал. Получается? Примерно. Так, серый засранец. А, мой любимый серый засранец. Тигра, иди сюда. Тигра. Да не ты. Тигра. Залезешь на стол, мне придется тебя выгнать. Да нет у меня жратвы. Вся ваша жратва на улице. Запустила их на ночь. Днем я их выставляю на улицу теперь. А на ночь запускаю. Что, починила? Тигра. Тигра. А я не ломаю. Это Мишка. Такой вот магнитовский грузовик у нас. Так. Что у нас за лежание кверху, задай? А? Давай взбей подушечку. В спадке ложимся. Сбей вот так? Да. Умеешь взбивать? Нет, не так. Вот так надо, смотри. Вот так. По бокам ее. По бокам ее. По бокам. Есть курочка. Какая? В томатном соусе. Слушай, мне попал мяч в руку еще на физере. И она до сих пор болит. Мяч попал? Куда? Как бы изнутри. Она вот сюда вот попала. Здесь она как бы сначала прям сильно болела снаружи. А сейчас она болит как бы изнутри. Сколько времени? Ну, неделя прошла? Это было в пятницу. Неделя прошла? Нет. Это было в эту пятницу. Надо подождать, если боль не усиливается? Нет. Она как бы остается такой же, когда я сгибаю. Только когда сгибаешь. Просто так не болит. Она не болит. Если я немного вот так напрягаю, она начинает болеть. Когда я отжимаюсь, она не болит. Через неделю... А, ну тогда все нормально. Через неделю она должна пройти. А, ну все. Как вас новый тренер? Гоняет? Да. Гоняет? А мне нормально. Не нравится. Ничего. Ничего. Так. Ну что? Мишка спит? Я надеюсь, что все спят. А Света что? А Света не спит? А Света села переделывать эти этикетки. Представляете? Время 23.09. А мне надо этикетки доделать. Чтобы завтра сделать специи, наконец-то, и выставить их на продажу. Ну, то есть опытные образцы сделаю. Завтра. Цены просчитаю. Ух ты. Прикольно. Нашла она. Лита только что стабилизатор продает. А я стабилизатор хочу для съемки. Капец как. Ну, по-моему, для телефона только. А мне надо не для телефона. Ладно. Я что? Я буду сейчас делать этикетки. А что делать? Одну переделала? Сейчас надо остальные так же переделать. Я их сделала сначала в одном стиле. Но они мне не понравились. Но они мне не понравились. Меня прям свербило, что они мне не нравятся. И пришлось сделать заново. Сделала по-другому, а мне понравилось. Теперь надо все сделать так, как эти. Вообще. Ладно. Удачи мне. Ну, а вам? Спокойной ночи. Спасибо за просмотр. Спасибо вам за комментарии. За то, что вы меня продолжаете смотреть. Увидимся с вами завтра в новом влоге. Если, конечно, вы зайдете. А чтобы не пропустить, подписывайтесь. Обычно блогеры просят лайки. А я ставлю лайк вам. За то, что вы рядом. Всем пока. Увидимся.